Всем привет! Давненько на обзорах у нас не было Range Rover. Итак, встречайте, Range Rover Sport первого поколения. В 2005 году Range Rover выпустил модель Sport, которая заткнула нишу между внедорожным Discovery и максимально дорогим флагмановским просто Range Rover. Причём модель Sport построили на укороченной платформе Discovery 3. Буквально укоротили раму, навесили новый кузов. Конечно, немного изменили подвеску, а позже добавили и активные стабилизаторы обеих подвесок, а потом и активные амортизаторы, чтобы Sport оправдывал своё название и не боялся виражей. Самому старому Sport стукнет скоро 20 лет. Давайте же посмотрим и разберёмся, как выживают эти британские внедорожники, как часто нужно отделять кузов от рамы и актуальны ли они в 2024 году. Ну и, конечно же, разберём, что в них ломается и как это надо чинить. Итак, не переключайтесь. Как противостоит коррозии кузов этого британского внедорожника? С коррозией, скажем так, надо бороться в основном на рестайлинговых автомобилях, вот как в нашем случае. Частенько в зоне риска пороги, которые скрыты под пластиковыми накладками. Скрыты под накладками, но не скрыты от попадания грязи и реагентов. Частенько их приходится переваривать во всю длину, и в качестве финишного слоя используют какой-нибудь антигравийный состав. Если рейнджовер оснащён подножками, то аккуратно открывайте и закрывайте двери зимой. Дело в том, что на подножках образуется слой наледи, мокрого снега и так далее, и при закрытии двери вот эти пластиковые накладки срываются со своих клипс. Точно также корродируют колесные арки под пластиковыми накладками, корродируют боковые двери и нижние края передних крыльев. Все эти участки маринуются под защитным пластиком, который, как вы понимаете, защищает разве что коррозию от вашего взгляда. Дверь багажника, а точнее усилитель подъемной арки заднего стекла сильно ржавеет под декоративной крышкой. Из-за влаги там рассыпается в труху даже проводка, кнопки верхней части багажника и плафона подсветки. Из-за обрыва перестают работать и эти электрокомпоненты. Вместе с этим после дождя или мойки из-под этой арки появляются рыжие подтеки. И буквально на каждом Range Rover пришлось поменять вот эту кнопку открытия верхней секции. Так вот, оригинальная такая кнопка стоит 100 долларов, а китайский заменитель примерно 30. И сюда идеально подходит кнопка от Ford Focus 2. Она стоит примерно 12-15 долларов. Как видите, дверь багажника у дорестайлинговых Range Rover Sport двухсекционная, то есть можно отдельно открыть заднее стекло. А если заднее стекло закрыто, то сама дверь багажника поднимается целиком. И никакого бортика, как, например, у BMW X5 тех лет, здесь нет. И до 2012 года не было сервопривода открытия и закрытия двери багажника. Но это можно исправить, установив китайский комплект сервопривода. Фирменные колесные гайки, которые прикрыты жестяными колпачками, устраивают неприятный Land Rover сюрприз. Они корродируют и разбухают настолько, что стандартный ключ на 22 уже не подходит. И это может сбить с толку неопытных владельцев и работников шиномонтажа. Так вот, для решения этой проблемы можно установить неоригинальные гайки, которые специально сделаны для того, чтобы эту проблему решить. Оригинальные нет смысла покупать, потому что такая же ситуация повторится через 1-2 года. И говорят, что колесные гайки для Range Rover Vogue литые и поэтому не ржавеют. Так что они тоже могут решить эту проблему. Ну а если не фиксируется, то есть не защелкивается лючок горловины бака, то просто поменяйте его защелку. Она обойдется примерно в 30 долларов. Ну а теперь давайте поговорим про салон. Он, кстати, у дорестайлинговых Range Rover бедноват. Итак, добро пожаловать в салон. Тут простая приборка от Freelander, а мультимедийная система по дизайну, функционалу и красоте интерфейса напоминает интерфейс банкомата. Строго, сердито, медленно и денег не выдает. После рестайлинга образца 2009 года салон стал гораздо интереснее в плане материалов отделки. Мультимедиа стала чуть лучше. Появилась видеокамера заднего вида. В 2012 году случилось еще одно обновление. Салон стал еще фешенебельнее. Мультимедиа тоже сделала шаг навстречу прогресса. Обратите внимание, что на передних креслах есть индивидуальные подлокотники, так называемые «капитанские». Так вот этот водительский частенько ломается. Потому что он самый нагруженный. Его каркас пластиковый ломается у самого основания, возле кронштейна. Как правило, владельцы склеивают его трещину, армируют и всячески укрепляют. Ну а кто-то печатает на 3D принтере ремонтную деталь, которой тоже можно усилить каркас. Электронная начинка на Range Rover Sport вполне себе надежная. Частенько в очень редких случаях глючит приборная панель на старых экземплярах, но это лечится пропайкой ножек микрочипов. А вот если у автомобилей постоянно горят задние стоп-сигналы, то нужно поменять выключатель педали тормоза, так называемую «лягушку». Она меняется просто и легко. Ну а больше всего глюков по электронной части может появиться после мойки двигателя, а также форсирования брода. Как правило, блок электроники, который находится с правой стороны, не выдерживает вот таких вот водных процедур и начинает всё по электронике глючить. Так вот, можно решить этот вопрос удалением окислов в электроразъёмах. А также, если вообще блоки намокли, то готовьтесь к их замене, если ваш Range Rover глючит разнообразно. Ну а теперь давайте про двигатели. Может ли быть Range Rover Sport первого поколения дизельным? Ещё как может, потому что создатели этой машины хотели, чтобы её покупали и рациональные люди тоже, и поэтому впихнули сюда. Мотор до рестайлинга устанавливался 2.7 V6 с одной турбиной, а вот после рестайлинга 3.0 с двумя турбированными, которые работают последовательно. Так вот, у этих двигателей очень противоречивая репутация. Половину фанатов говорит о том, что не надо покупать Range Rover Sport с этим двигателем, а другая половина надеется на лучшее всё, потому что эти двигатели проворачивали и проворачивают вкладыши коленвала, а также коленвал может разломаться пополам. Есть очень много версий, почему так происходит. Самое неприятное – это нестабильное качество производства коленвала, что не позволяет добиться его приемлемой прочности. Если рассматривать факты, то коленвал такого дизельного V6 слишком компактный, с узкими для его мощности шатунными шейками. Вдобавок, центральным шатунным шейкам не хватает смазки из-за узких каналов в самом коленвале. Ругают и длиннющий хобот маслозаборника. Явно в момент запуска мотора пару секунд масло не поддается под должным давлением, что подтачивает поверхность шатунных кладышей. Сюда же можно добавить и неправильное масло, которое рекомендовали с завода классификации А5Б5, то есть энергосберегающее, маловязкое. Вместо того, чтобы рекомендовать более правильное C3. И, естественно, вкладыши так долго не протянут. А если добавить еще покрытый пылью и грязью основной радиатор охлаждения, который не дает обеспечить должного охлаждения двигателю и маслу, то именно по вот этой причине и начинаются проблемы с масляной пленкой. Еще в продаже есть турецкие коленвалы. Они дороже – примерно 1200 долларов, но говорят, что они крепкие, и масляные каналы в них шире. Еще производитель несколько раз улучшал конструктив масляного насоса, и все для того, чтобы смазка внутренних шатунных шеек была более достойной. И если вы с поломкой коленвала разобрались, то другие эксплуатационные особенности этих двигателей 2.7 и бетурбированного 3.0 вас особо беспокоить не будут. Ремень ГРМ и ремешок на привод ТНВД надо менять каждые 120 тысяч километров, и примерно вот в этом же интервале назреет необходимость почистить клапан ЕГР. Турбина же служит отлично, но может закиснуть геометрия, если в целях сберечь коленвал не крутить этот двигатель выше средних оборотов. Еще раз в полгода надо щупать патрубки до и после интеркулера, потому что они могут задубеть и даже лопнуть, а затем начнут сопливить маслом по манжетам. И это в первую очередь признак стравливания воздуха. Идем далее. Термостаты у двигателей 2.7 и 3.0 в пластиковых корпусах, и они со временем начинают плакать антифризом. Расположенный в развале блока цилиндров теплообменник может стать причиной смешивания масла и антифриза, но в этих двигателях это происходит гораздо реже, чем на дизельных V6 от Mercedes и Audi. Редко случается растрескивание клапанных крышек, сквозь которые проходят воздушные каналы к впускным клапанам. Причем трещины пронизывают воздушные каналы, поэтому появляется шипение воздуха. Ну и топливная система. Если проблемы с ней, то лучше обращаться на профильный сервис. Кстати, все версии форсунок для вот этих двигателей пьезоэлектрические для 2.7 – это форсунки от компании Siemens, для 3.0 – от компании Bosch. И проверенные бэушные форсунки стоят примерно по $100. Ну и от себя добавлю, я уже 4 года езжу на Jaguar XF с этим двигателем, то есть 3.0 битурбированным, и особо никаких проблем я с ним не имею. Ну, а любители дизельных рейнджроверов предпочитают совершенно другой двигатель. Это 3.6 V8 битурбированный. Эти двигатели и сделаны качественно, и более долговечные. А встречаются они на дорестайлинговых спортах, а также на рестайлинговых спортах 2009 года. И эти экземпляры очень ценятся. Так вот, этот двигатель супернадежный. Цепи ГРМ ходят примерно 500 тысяч километров, и никаких проблем по цилиндропоршневой группе не предвидится. Единственный недостаток этого двигателя, если бодро на нем ездить, то он будет пожирать 15-17 литров солярки. Тут тоже надо иногда щупать патрубки до и после интеркулера и менять их, если они задубели. Также надо следить за подтеканием корпусов термостата. Кстати, на этом двигателе корпус термостата тоже пластиковый. Также не надо давать закиснуть геометрию турбины. Турбины, напоминаю, две, и каждая дует свои четыре цилиндра. И вот при пробеге в 100 тысяч километров каждые 100 тысяч километров надо чистить клапан EGR. Их там два. Еще могут подкинуть сюрпризы выпускные коллекторы. Их фланцы на стыке с ГБЦ коробят, и это приводит к утечке выхлопных газов под соответствующее шипение. И вот заменой прокладки такую проблему не решить. Приходится менять выпускной коллектор. Кстати, БУ форсунки Siemens для этих V8 тоже продаются на разборках по 100 долларов. Если вам нужны отличные форсунки, бэушные и новые, обязательно обращайтесь в «АвтоСтронг». У нас есть еще технические жидкости. А еще владельцам дизельных авто не стоит забывать про свечи накаливания. Дело в том, что при необходимости заменить какую-то свечу может так оказаться, что она не выкручивается и остается в ГБЦ. Соответственно, ждет высверливания. Ну что, идем далее. Самые беспроблемные и бесхлопотные двигатели на Range Rover Sport это все-таки бензиновые. Вот на дорест устанавливались чисто британские V8, которые появились на Jaguar еще в 90-е годы. И если содержать в чистоте радиаторы и не экономить на моторном масле, то есть лишь бы что лить и менять это при пробегах в 15-20 тысяч километров, то есть если этого не делать, то эти двигатели действительно беспроблемные. Атмосферный V8 объемом 4,4 литра – это ни разу не баварский двигатель, а чисто ягуаровский. Так вот, раз в 100-150 тысяч километров у него возникают проблемы по электро-гидравлическим клапанам изменения фаз газораспределения. Таких клапанов-соленоидов всего два, так как фазорегулятор два и установлены они на впускных распредвалах. Эти клапаны чаще всего просто сифонят маслом, а реже работают неправильно. В общем, меняем клапаны и едем дальше. А вот если появилось масляное пятно сверху спереди на клапанных крышках возле электроразъемов соленоидных клапанов, то можно купить отдельное уплотнительное колечко из каталогов старых Jaguar, покупая новые клапанные крышки. Из-за такой мелочи не нужно. Раз в 200 тысяч километров приходится раскошелиться на сами муфты фазорегуляторов. Но на сегодняшний день новые муфты стоят за облачных денег, поэтому лучше не экономьте на моторном масле. Ну, либо же, если случилась такая проблема, подыщите хорошие блушные муфты. Опять же, в «АвтоСтронге». Раз в 200 тысяч километров придется заменить клапан ВКГ. Если увидите из выхлопной трубы синий дым и неприятный запах – это масляные пары тянет во впуск и камеры сгорания из-за лопнувшей мембраны в клапане. Так вот, новый такой оригинальный клапан стоит 100 долларов заменители от 15 до 30. Ну и насос системы охлаждения двигателя добавим к болячкам. Даже оригинальная помпа начинает подтекать к пробегу 80-100 тысяч километров. Оригинальная помпа стоит 400 долларов, но есть заменители, которые в четыре раза дешевле. Ну и самый горячий для дорестайлингового спорта двигатель – это компрессорный 4.2 V8, близкий родственник мотора 4.4. Так вот, проблемы все те же, кроме муфт фазовращателей, потому что на этом V8 их просто нет. Ну а сам компрессор служит очень долго. Он охлаждается посредством отдельной электрической помпы. Если возникла ошибка P2601, то это говорит, что помпу надо менять и с этим не затягивайте. Этот насос находится с правой стороны под капотом в глубине между радиатором и расширительным бачком системы охлаждения. Можно купить такой насос от компании Bosch, обойдется он в 80 долларов. Еще очень редко у этого V8 появляется течь масла по постели коленвала, а именно по бугельной плите, которая является нижней частью блока цилиндров. Компрессор Eaton M112 полностью ремонтопригодный, и многие мастера предлагают его переборку заменой подшипников и приводной муфты. Даже тефлоновое покрытие роторов восстанавливают. Ну а в целом же у этого V8 нет никаких особых проблем. Цепи ГРМ служат по полмиллиона километров, катушки зажигания служат 3-5 лет. Ну разве что надо иногда чистить дроссель. Но это же проблемы любого бензинового двигателя. А вот рестайлинговый Range Rover Sport перешли на 5-литровый V8. Оба 5-литровых, один атмосферный, а второй компрессорный. Так вот это тоже ягуаровские двигатели. И вот они появились с негодными цепями ГРМ. Эти цепи шумели, разбивали свои направляющие, даже приводили к износу шестерен муфт ГРМ. И происходило это в гарантийный период задолго до пробега в 100 тысяч километров. И в 2013 году всё-таки инженеры решили проблему вот этих цепей, и новые компоненты без труда устанавливаются даже на самые старые моторы. Но прислушиваться надо и к другому агрегату, то есть к шуму и скрежету. И это насос системы охлаждения. Они на 5-литровых V8 служат примерно 50 тысяч километров. Оригинал стоит 350 долларов. Заменители в 2-3 раза дешевле. Ещё со временем потребуют замены пластиковые патрубки системы охлаждения, которые находятся на ГБЦ и на блоке цилиндров со стороны маховика. Ну и последнее. Радиаторы у 5-литровых спортов надо мыть ежегодно, потому что эти самые 5-литровые двигатели охотно перегреваются в летнюю жару, и всё заканчивается печально – короблением головок блока цилиндров, и даже поршневые кольца могут лопнуть. Но вот это всё происходит в самых печальных случаях, когда владельцы вообще забивают на обслуживание. Ну а теперь давайте подытожим. Откровенно проблемных двигателей у Range Rover Sport первого поколения нет. Но опять же напомним, что проблемы могут быть с дизельным V6. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя от трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А Автостронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек – это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек – это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы. Добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это все, вы знаете, в Автостронге. Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Ну а сейчас переходим к трансмиссии, в частности, к шестиступенчатому автомату от ZF6 HP26. Так вот, это надежная, хорошая трансмиссия, но некоторые владельцы компрессорных машин умудрялись её укладывать при пробеге уже в 50 тысяч километров, если ездили постоянно в режиме «тапка в пол». А вообще, чтобы она хорошо служила, надо раз в 40 тысяч километров менять в ней трансмиссионную жидкость и при пробеге в 150-200 тысяч примерно понадобится замена мелких уплотнений, в частности, над гидроблоком. И не требуется снимать для этого трансмиссию, надо снять поддон и сам гидроблок. Самое слабое в этом автомате – это барабан сцепления «Е», который или трескается от нагрузок, или в нём изнашивается уплотнительная втулка. После этого трансмиссия не держит момент на передачах 4, 5, 6 и буксует. Ну и, кстати, подробное мнение о трансмиссии 6HP26 вы можете увидеть в нашем отдельном обзоре на YouTube-канале «Автостронг». Если вы ещё не подписаны, то обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик. Ну и не забывайте, что у компании «Автостронг» есть подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, продаём мотоциклы с минимальными пробегами и полным пакетом документов. Нужен хороший мотоцикл обязательно в «Автостронг». Ссылки будут в описании. Ну и в «Автостронге», помимо отличных ЛБУ-запчастей, есть ещё абсолютно новые запчасти и технические жидкости. Так что обязательно звоните нам, пишите, заходите на наши сайты, заходите на наши соцсети. Будем ждать. Ну а сейчас мы едем на Исто, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Ну что, мы на Исто и продолжаем. Частенько Range Rover Sport, как в нашем случае, оснащён пневмоподвеской. Так вот, здесь она себя очень хорошо зарекомендовала. И если что-то сдувается, то есть если он садится на колёса, то тогда все компоненты легко снимаются и ремонтируются. Компрессор пневмоподвески находится на днище под задней левой дверью. И вот здесь происходят интересные ситуации. Если опытный сервисмен, который не имел дело с этими машинами, поставит сюда лапу, то в лучшем случае крепление компрессора соскочит, а в худшем случае его при подъеме наверх раздавит. К компрессору пневмоподвески в продаже есть все детали, вплоть до якоря, электромотора и поршня с цилиндром. Есть альтернативные блоки клапанов подвесок и ресивера. Вдоль левого порога подвешен ресивер для сжатого компрессором воздуха. Так вот, этот ресивер корродирует насквозь, а вот новых официальных аналогов у него нет. А вот оригинальный стоит очень дорого. Но можно поискать БУ-ресивер, сами знаете где, естественно, в автостронге, а также можно сварить подходящий из нержавейки. Все пневмобаллоны скрыты в алюминиевых стаканах. Передние пневмостойки по умолчанию не оснащены пыльниками, поэтому грязь и влага могут вызвать коррозию в местах посадки баллонов. Следовательно, тщательно мойте пневмостойки после каждых грязных покатушек, а также отжалейте по 70 долларов на оригинальные пыльники, которые надолго оберегут пневмоподвеску от проблем. А вот задние пневмостойки оснащены коротенькими пыльниками, и их достаточно для защиты. А под капотом, позади правой фары, расположен бачок этой гидросистемы. Так вот, трубки проложены этой гидросистемы вдоль правого порога, и они тоже склонны корродировать. Проблемы активных стабилизаторов связаны с утечкой масла по манжетам и уплотнениям, а также достает коррозия цилиндров. Так вот, специализированные мастерские без проблем все это ремонтируют, но и решают проблему на пару лет. Также может треснуть и вот этот расширительный бачок этой гидросистемы, но его без проблем можно поменять на подходящий, либо же на недорогой неоригинал. Ну и блок клапанов этой гидросистемы тоже недорого и быстро ремонтируется. Стояночный тормоз у Range Rover Sport электромеханический и выходит из строя по тем или иным причинам, но специализированные мастерские восстанавливаются, потому что эти модули поддаются ремонту. Так вот, еще для этих целей есть неоригинальные ремкомплекты. Самая главная подлость ручника, невозможность отвести колодки, поэтому и ехать не получится, либо с громким скрипом и нагревом барабанов. Аварийный тросик для снятия стояночного тормоза доступен под небольшой заглушкой в передних подстаканниках. Еще одна родовая болячка Range Rover Sport – это лебедка, которая опускает и поднимает запаску. Так вот, она нуждается в достаточной смазке. Если этого не делать, то закоревает. И тогда не удается ни опустить, ни поднять запаску. Рулевой механизм у Range Rover Sport гидравлический, и здесь ничего особенного нет. Профильные мастерские легко ремонтируют, если появился люфт, либо же утечки. И вот, кстати, шланги от рейки до насоса гур не часто текут, а сам насос гур служит лучше, если, например, раз в 3-5 лет менять полностью жидкость в этом механизме. Если появился люфт в рулевом механизме, то не обходите вниманием именно рулевой вал. Частенько люфтит именно он, а точнее его крестовина. Так вот, новый оригинальный вал стоит $500, но нет никакой проблемы, чтобы купить неоригинальную крестовину и поменять ее отдельно. Полноприводная трансмиссия Range Rover Sport начинает беспокоить утечками масла уже к пробегу в 200 тысяч километров. Также можно увидеть подтекание масла сквозь герметик, который уплотняет половинки раздаточной коробки. А вот если раздаточная коробка загудит подшипниками, то ее без проблем можно восстановить на профильном сервисе. А вот цепь раздатки даже у самых активных драйверов служит не менее 300 тысяч километров. Задний дифференциал оснащен механизмом блокировки, сервопривод которого служит примерно 250 тысяч километров, а потом выходит из строя. Новый, баснословно дорогой. А никаких аналогов не предлагается, поэтому надо искать хороший бэушный на разборке. Но есть еще один вариант – отшить программно, чтобы на панели приборов не загоралась ошибка. Карданные валы служат прекрасно, пока целы пыльники их шрусов. Следите за их состоянием. Подвесной подшипник продается только по неоригиналу и меняется на любом сервисе по карданам или по рейндж-роверам. А вы знали, что на рейндж-ровер спорт есть еще четыре дополнительных амортизатора, и установлены они между кузовом и рамой, и частенько отсутствуют на автомобилях до 2000, то есть старше 2008 года. Так вот, инженеры Land Rover разрешили их удалить, потому что они начинали стучать. Но в этом случае можно забыть о спортивном поведении автомобиля в поворотах. И вот эти вот вибро-гасители на рестайлинговых автомобилях служат просто отлично. У них нет аналогов, то есть есть только оригинал, а оригинал очень дорогой, по 500 долларов за штуку. Тормоза у Range Rover Sport не очень-то и толковые. Серия жестких торможений может запросто довести до деформации тормозных дисков. Суппорт тоже не фонтан, нуждается в переборке один раз в 1-2 года, потому что закисают. В общем, владельцы вот таких вот автомобилей часто меняют тормоза на хороший, толковый неоригинал. Вибрацию в рулевое колесо нередко вызывают изношенные ступицы передних колес. Так вот, ходят они по 1070, оригинал стоит 350 долларов, но есть заменители хорошие, которые в три раза дешевле. Типичные расходники передней подвески – это задние гидровтулки рычагов. Так вот, ходят они примерно 50-70 тысяч, стоят по 100 долларов. И еще слабоваты втулки стабилизатора. Кстати, вот они для пассивного стабилизатора и для активного разные, стоят по 60 долларов. Шаровые опоры обоих поперечных рычагов меняются отдельно и служат примерно 150 тысяч километров. Верхние шаровые стоят по 70 долларов, а вот нижние шаровые по 170. Ступичные подшипники задних колесок, меняются отдельно от ступиц. Ходят очень долго, но цена за оригинал разочаровывает 350 долларов, хотя не оригинал можно найти до 100 долларов. В задней подвеске самый недолговечный компонент – это развальные тяги. С внутренней стороны у них шарнир, а не сайлент-блок. Вот этот шарнир и разбивается, выхаживая порядка 100 тысяч километров. Такие тяги в оригинале стоят около 250 долларов. Цены на заменители варьируются от 40 до 120. Из сайлент-блоков задней подвески чаще всего привлекает внимание вот этот нижний сайлент-блок ЦАПФ. Цена его от 20 до 100 долларов. Остальные же сайлент-блоки в подвеске стоят примерно по 100 долларов. Это если по оригиналу, но можно найти качественный неоригинал за 20-30 долларов. Все вот это вот служит. То есть эти сайлент-блоки служат по 200 тысяч километров. На самом деле Range Rover Sport первого поколения ничем таким плохим не выделяется. Это реально надежная тачка, потому что все его проблемы уже давно изучены, и он требует внимания раз в 100 тысяч километров или даже реже. Да, проблемы могут подкинуть двигатели 2,7 и 3,0. Поломку их коленвала сложно предугадать, но на самом деле можно предпринять какие-то меры. То есть от установки последней ревизии маслонасоса до подбора правильного масла. Ну а в целом понты Range Rover Sport первого поколения дороже, чем его обслуживание. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».